Кагорлицкий против Тубуса. Так. Это интересно. Ну, вообще, между Кагорлицким и Тубусом интеллектуальная пропасть. Потому что Кагорлицкий очень умный, а Тубус очень тупой. Ну, и кроме того, Тубус, он скорее сталинист, а Кагорлицкий скорее троцкист. Да. Хорошо, это велопробег по реконструированию дорогам, да? Ну, это, кстати, было бы хорошей темой. Да. Вот, кстати, в кадре Данил Григорьев, с которым у меня был совместный стрим. Рекомендую послушать на основном канале записи. Ну, и еще перед тем, как будем... Тоже очень толковый молодой левак. Я пока прошу, опять же, задавать вопросы, желательно, с донатами. Так вот, пока задают вопросы еще домашнее задание. Да, это то, что... Мне домашнее задание, потому что на одном из прошлых стримов было несколько вопросов, за которые я был не готов ответить. Я на них постепенно буду отвечать стрим за стримом. Ну, вот пока по одному домашнему заданию отчитываюсь. Меня просили прокомментировать, как раз сейчас подходит юбилей Пражской весны, 68-й, 2018-й год. И вот прокомментировать видео на тубус-шоу под названием «Как побрить ежа». Я это посмотрел и, честно сказать, пришел в ужас, потому что... Ну, начнем с того, что там... Да, это видео этого тубуса как раз. Это авторы этой программы, они, ну, скажем так, ну, просто неграмотные, да? Но, понимаете, это отдельная такая штука, потому что ты ловишь человеку на какой-то ошибке, и он говорит, а, вот он сделал эту ошибку, значит, все целиком тоже никуда не годится. Это не всегда работает аргумент, но тем не менее, все-таки, мы должны, как минимум, узнать, что теоретик и автор чехословацкой экономической реформы воззвали не отто шик, как вот и фон Бисмарк, допустим, да? А-то войне. Да, да, да. А-то шик, да? То есть он, что-то не немец, а чек немножечко. Но эта мелочь, это все полная, конечно, чепуха, потому что, если бы все было так, то можно было бы просить подобные вещи. Хотя их там довольно много, просто сейчас некогда вспоминать, там просто действительно на каждом шагу, но, в принципе... Пишут, я же зачем тебя брить, ты же скинхед. Есть такое. Конечно, это удивительно, потому что такое впечатление... Ну, я всегда, кстати, я привык бриться очень коротко с определенного момента, потому что, ну, когда я был сильно молодой, в моде еще были длинные прически у молодых людей. Вот. Ну, это по фильмам даже видно, какие раньше прически носила молодежь. Вот. Но потом я привык коротко бриться, ну, стричься, имеется в виду, из-за того, чтобы не было проблем никаких с волосами, потому что, ну, типа, когда у тебя длинные волосы, там надо голову мыть чаще, там, а если ты живешь где-нибудь, там, в юрте, у тебя нет такой возможности. Поэтому, чтобы меньше проблем было, просто коротко стрижешься, и все, как бы, все, пока там волосы отрастают, меньше и меньше с ними проблем. И поэтому я никогда не понимал людей, которые комплексовали из-за того, что они лысеют. То есть, что, вот, типа, мужчина или молодой человек начинает лысеть, и у него какие-то дикие комплексы из-за этого, что, типа, а, я лысею, у меня мало волос, все, пиздец, как бы, жизнь окончена. Я никогда этого не понимал, потому что, типа, ну, ты лысеешь, у тебя меньше волос, как бы тебе реже надо стричься. Меньше. То есть, если бы я облысел в какой-то момент, просто меньше проблем было бы с волосами, и все. То есть, ну, проблема в том, именно, что вот я совсем не лысею, то есть, у меня нет залысин никаких, поэтому мне приходится стричься. А так бы, ну, просто не стрижешься, и все. Нет волос, нет проблем. Вот такое мое мнение. Я не знаю, почему у нас зашла речь сейчас об этом. Люди собрали вот все агитки брежневского времени, причем даже не критически как-то запустили, не очень даже думая, как это все. С точки зрения, не только что достоверности, но вообще просто логики. Я же как-то относился к либертарианцам. Ну, это избитая тема. Минорхистам хорошо отношусь, к конкапам плохо. Выстраивается, и тут же, что поразительно, казалось бы, они вроде бы защищают советскую традицию, или Советский Союз. Вот, мол, бедный Советский Союз обвинили, а мы, наоборот, во всем были правы. И тут же у нас Николай Стариков, да? Ну, Николай Стариков вообще-то никак, он уже никак, он не коммунист и не защитник социальных. Да, мы вчера выяснили, что Николай Стариков, да, он не коммунист, он просто прагматичный евразийский сталинист. То есть, он Сталина любит скорее, как монарха некого такого, да, некая сильная политическая личность в истории 20-го века. Ну, тут вдруг Стариков превращается в ведущий авторитет. Причем тоже любопытно, потому что Стариков, ведь, ну, тоже по-своему логичен, да? То есть, любой бунт, любое недовольство, любое возражение против власти, это есть зло, да? Поэтому, как бы не надо было против Советского Союза выступать, и против Путина выступать не надо, да? Ну, и против Стария не надо. Ну, то есть, такая охранительская позиция сугубо. Видите-ка, Горлицкий не любит сталинистов, не любит Сталина. Да, выступать. Ну, и, в общем, был бы сейчас у власти Гитлера. Ну, и, кстати, Даниил Григорьев тоже. Сталина, потому что и против Гитлера не надо выступать. Потому что, в принципе, выступать против начальства, это неправильно. Но, вообще, говорю, повторяю, люди, которые себя позиционируют, как какие-то там... В общем, спрашивают, что делать, если борода не растет. Ну, то точно так же, блядь, меньше проблем. Как бы, не растет борода, меньше надо бриться. У меня растет борода. Ну, понимаешь, у меня борода, она выполняет, как бы, важную тактическую функцию. Как бы, у меня борода играет функцию такую маскировочную. Потому что моя борода, она скрывает второй подбородок. То есть, в моем случае, понимаешь, борода – это как маскировочная сетка такая, знаешь, которую натягивают, чтобы, как бы, не было видно, как бы, тыловых складов продовольственных. А я, да, и третий тоже, вот, правильно, в чате пишут. Второй, третий, как бы, и все последующие. А если у тебя не растет борода, ну, просто тебе бриться не надо, как бы, вообще никаких проблем. Я вообще не понимаю вот этих проблем молодых людей с внешностью, да. То есть, я могу понять, когда девушка комплексует из-за своей внешности. Потому что, если она родилась конвенционально непривлекательной, то просто меньше шанс, что в ее жизни будет что-то хорошее. Почему? Потому что девушек, в общем-то, ну, оценивают в основном по внешности. И ты можешь быть сколько угодно там умной и все такое, но если ты некрасивая конвенционально, то, ну, все, тебе пиздец, как бы. Скорее всего, у тебя будет хуевая жизнь, и ты окончишь жизнь свою одна в окружении большого количества кошек, вот, которых ты заведешь, чтобы компенсировать, значит, одиночество и недостаток общения с живыми людьми. А вот молодые люди, почему комплексуют из-за внешности? Вот этого я понять никак не могу. Почему? Потому что, ну, блядь, тебя в любом случае не будут оценивать по внешности. Тебя будут оценивать по, как бы, количеству денег. Тебя будут оценивать по положению в обществе. Тебя будут оценивать по харизме, по тому, насколько ты индивидуальность, личность, по тому, насколько ты, там, харизматичен. А харизматичные люди бывают очень внешне непривлекательные. Вот, то есть, вот, допустим, какой-нибудь Ленин или Троцкий, или Сталин, да, то есть, ну, очень хуево они выглядели, скажем так, но при этом они были дико харизматичные товарищи. Причем Сталин, он даже оратором ни разу не был, он очень плохо говорил и с сильным акцентом. Вот, хотя, хотя, по Голковскому это, это не настоящий акцент. Вот, ну, то есть, не комплексуйте из-за внешности, комплексуйте из-за того, что у вас денег мало. Как бы, что у вас низкий социальный статус. Вот, вот из-за этого вы можете начать комплексовать. А из-за внешности это, пишут, Сталин был няшным хипстером, пока оспой не переболел. Ну, да, в целом, но, типа, он все равно был никудышный оратор, а в революционной среде это больше всего ценилось. Большая часть дореволюционных статей Сталина, они были написаны Бухарином, на самом деле. Это так, для справки. Вот. А по поводу, да, болезнь, болезнь могла изуродовать человека, вообще, очень серьезно, потому что Надежда Константиновна Крупская, она в молодости была очень симпатичной, но потом переболела базедовой болезнью, и это ее изуродовало. Защитники советской традиции вдруг предъявили таким аргументом. Но при этом, говорят, там просто подтасовки и ошибки идут на кару шагуру, и то, что не говоришь, а вот Ашик начал свою реформу, объявив, что Чехословакия пойдет по третьему пути между социализмом и капитализмом, и, значит, вот, это все, естественно, провалилось. Ну, начнем с того, что реформа, как мы... Ну, Гитлер тоже говорил про третий путь постоянно, и Муссолини тоже. Знаем, начали в Советском Союзе, и деятельность от Ашика была вполне согласована с советским руководством и с советскими экономистами. И это была общая реформа, которая проводилась во всех странах Восточного Блока, вовсе не только в одной школе. И никаких разговоров о третьем пути тогда не было. И, наоборот, на тот момент это рассматривалось как магистральный путь повышения эффективности социалистической экономики. Той экономик, которую они называли социалистической. Что касается третьего пути, туда уже потом, в 70-е годы, вот Ашик написал книгу «Третий путь», где, опять-таки, все равно отмежевывался именно от капитализма. Она была написана уже на Западе, и, опять-таки, он призывал все-таки каким-то образом преодолевать существующую капиталистическую экономику, не попадая вот в ловушку экономики советского типа или системы советского типа. То есть, главная мысль, которую нам пытаются внушить авторы этого шоу, стоит в том, что все эти люди, они тайком пытались протащить капитализм Чехословакии. Но на самом-то деле все было ровным счетом наоборот. Эти люди как раз пытались предложить такую модель социализма, которая позволила бы экспортировать социализм на Запад. И более того, они не просто придерживались таких взглядов, они продолжали этих взглядов придерживаться, когда их выдавили из Чехословакии, когда их отправили в миграцию, и, в общем, ни один из сколько-нибудь известных чехословских иммигрантов или диссидентов, ветеранов прожатой весны не перешел на либеральные позиции, ни один не перешел на правые позиции только пеллистические, они все оставались социалистами, они все на Западе продолжали выступать против правых, против либералов и так далее. Тот же Ежепеликан был членом социалистической партии и депутатом Европарламента социалистической партии опять же занимал очень левые позиции и Сденек Муэнердж, и тот же Оташик и так далее. То есть, кстати говоря, это относится и... Но с точки зрения Тубуса, это все равно все контрреволюция, потому что они против советской власти выступали. Александр Дубчик, у которого либералы, победившие в Чехословакии и потом в Чехии в 89-м году, старательно маргинализировали и, в общем, отодвинули, максимально старались отодвинуться. И, что очень интересно, они же пытаются Пражескую весну показать как некое такое преддверие или первая репетиция того, что произошло в 89-м году. А на самом деле все было ровно наоборот, потому что как раз об этом, кстати, есть целый ряд очень интересных работ, где показано, как либералы боролись за то, Вы, кстати, сказали, что Лей Бабранштейн был стремный и некрасивый. Вы не боитесь, что Юра может услышать эти слова? Ну, если Юра услышит, что ты сравниваешь его с Троцким, он на тебя обидится в первую очередь. Я Пражескую весну в 89-м году. Ну, вообще, да, Юра мог бы Троцкого сыграть на самом деле. Я не знаю, почему он не хочет этого, почему он стесняется. Все пошло по другому пути, они действительно добились своего, потому что ситуация уже была совершенно иной. и в том числе благодаря тому, что Коммунистическая партия была тщательно зачищена при гусете и, собственно, реформаторов коммунистов, которые могли бы реально на равных и успешно бороться с либералами. Это не гость, это помощник. В том числе идеологических всех, естественно, выкинули из партии. И, в общем, никто из них, естественно, опять же, не сыграл существенной роли в дальнейших событиях. Но это очень легко сравнить как раз с тем, что было у нас, где как раз вот эти все профессора научного коммунизма, все эти ортоноксальные коммунисты, вроде того же Бориса Николаевича Ельцина и прочего, тогда они все заняли, естественно, уже 5 минут перевернувшись, вполне-таки про западные право-либеральные антикоммунистические позиции. Поэтому, в общем, я очень прошу не доверять подобного рода компиляциям, повторяю. В общем, не любят, не любят Когорлицкий тубуса. Очередной раскол в левом движении. Троцкисты против сталинистов.